ПЕСНЯ Игорь, попроси благословения. Господи Боже наш, слава Тебе, благослови эти занятия. Положи нам на сердце слова Твои, чтобы нам поступать по Слову Твоему. Тебе слава, честь и похоронение. Молитвы. Аминь. Аминь. Послание к филиппийцам, 1 глава, 9 стих. И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Толкование. Хотя он и любим столько, однако желают еще больше быть любимым, потому что свойства любви никогда не останавливаются. Обратим внимание на его оборот речи, который он более усиливает, когда говорит, еще более и более возрастал. Говорит так с тем, чтобы вы не его одного любили, но и других, в познании и всяком чувстве. То есть, чтобы вы любили не просто, но с рассуждением и уверенностью и испытанием. Потому что есть много таких, которые любят безрассудно. Отчего такая любовь и не бывает прочна? Или чтобы не любили еретиков? Так, бумажку, надеюсь, что перебегать удобно будет. Да, я могу. Немного было перебегать по строчкам. Не пойти. Откуда Павел это все брал? Я отдал в церковь, преследовал, и вдруг беседовал с язычниками о любви. О любви к тому, которого преследовал. А почему? Совершился переворот. Встреча со Христом, все меняется. А вот человек раньше был лучше встречи. Если встреча со Христом была, просто так уйти, это непросто. А вот надо прощать. Правильно, прощать надо. Так вот, сделайте, пожалуйста, первый шаг прощения. И надо играть. То есть, человека этим ты застопорил, и у него никогда покаяния не будет. Ты признал то, что он делает, правда, а тут неправда. Почему апостол говорит, когда я, говорит, приду, я вам напомню, апостол Ян, ученик любви Божией, приду и напомню, о ком? Диатрепий, который нас не принимает и преследует тех, которые с нами знаются. Это наша ситуация. А почему не говорит, ну, нас преследует, вы там покаетесь, перейдя Трепов. Ну, то есть, тогда передать власть в его руки. И он, никто не знает, кто он был, кто он был, пресвитер, диакон, ну, явно какая-то власть была, что его слушали где-то. А теперь Павел говорит, Ян говорит, я напомню, что Александр Дмитрий, какое зло сделал. Да зачем напоминать, он же согрешил, надо молиться, не надо этим играть, чтобы других от этой заразы из Павла освободить. Ну, ты начнешь, когда говорить, люди, не как это, я вот считал, правда ли, ну, дальше уже так, полейка, делаешь более доступно. Я сколько раз рассказывал про Генри Киссинджера, его спросили про челношую дипломатию. Слышал? Не знаешь? Я могу рассказать немного. Генри Киссинджер, как-то запишите себе. Это американский политический деятель, советник этих президентов. Война заканчивается, а он только университет закончил. Ну, еще, у меня война закончится. Он любыми путями попасть на фронт. Я буду работать с людьми, скажут, а войну ты где был? Скрывался? И все-таки его направили. Ну, направили, не воевал там, это, с оружием в руках, перевозчик, знает немецкий язык и все. Генри Киссинджер. Ну, и вот, дальше такое дело-то. Недавно в Лунартой, 101 год жил. А то есть, проветили, чтобы 101 год. Сядь сюда, не надо-то больше, если убьем. Ну, уронишь аппаратуру. Ну, там провод запнешься. Больше так не делай. И вот, разговаривают с ним, так сказать, вот к одному, потом к другому. Ну, еще много. И вот, невероятное дело можно сделать. Ну, говорят, а вот вы могли бы так вот, Советский Союз, он с нами не состоит. В международных банках, нигде его нету. А могли бы сделать так, чтобы Советский человек был среди таких. Директором, допустим. Он говорит, попробовать можно, дело-то непростое. Ну, и он поехал к своему другу. Приехал. Ну, а друг-то миллиардер. Встретились, поговорили. Он говорит, как дела? Да, ну, еще дела наши, знаешь, мы финансисты. А дочка Сюзанна где? Да здесь где-то. Ну, позовите ее. Сюзи, иди сюда. А там подошла. А что же не замужем-то? Ну, какого папа сватает-то? Все, они такие хилики. Как она узнала, что они хилики? В чем они хилики? А если бы это был русский мужик крепкий, пошла бы замуж? В Сибири. А отец говорит, как отчет. Вот у нас все финансисты, банкиры. Она как папу скажет. Ну, ладно. Ну, не против. Нет, конечно. Теперь он едет дальше. Едет в Советский Союз. Договорился. Отцов в Советском Союзе обрадовались, кто едет в Киси-Си-Жер. Да и вот там перед ним все, перевозчиков хороших им. Встретили его. С какой целью? Не с какой я хотел посмотреть. Дождь пошел. Посмотреть, как вы. А потом начинает подговариваться. А у вас финансовые институты есть? Пять институтов. А в Сибири? И в Сибири есть. А есть ли такие у вас в Сибири, которые учатся на на Вадим Пятерки? Есть там два человека. А вы не могли бы меня проводить? Они там перед ним расстилаются буквально. Ну, видят, что они его приняли на высшем уровне. Что требуется, вы говорите, мы сделаем. Хорошо, приехали. Приехали в Новосибирскую область. А, каникулы где-то уже начались. А где у вас тут кто? А да, есть тут такое сирение прямо из тайги. Из Красноярского края приехал один парень. Ну, что задаешь? Он вперед еще заходит. Сам советы дает. Приехали. Поздоровался так. А какая ваша родня? Он говорит, а как фамилия? А фамилия еврейская. А бабка-то у тебя еврейка была? Ну, была. А какую дочь? Она бухгалтером была. Ну, в Сибири. Все она может. А он дальше. А хотели бы вы быть зятем миллиардера? У которого еврейская биография. Он еврей. А зачем у нас своих девчонок хватает? Он в станцию площадки такой пришел. Ну, а если ты будешь там миллиардером? А вот тогда другое дело. А другое дело, он теперь поехал. Это щелок-то идет дальше. В Швейцарию. Там все банкиры. Поговорил. Они рады, что такой приехал человек важный. Как дела? Да никак директора не изберем. На одном месте топчемся. А надо им деньги сосать из разных стран. А Советский Союз могли бы принять? Да там ничего нету всего дня. Мы их не принимаем. А Советский любыми путями туда пролезть надо. Теперь он прямо вплотную подошел. А почему не можете избрать? Ну, учимся в одних университетах. Стандарт такой. Ничего нет. Надо новый кровь вливать. Но если это был бы мужик из Сибири, вы бы приняли? На отлично учатся, финансовый институт заканчивают. То чего ради-то? У нас своих хватает. Ну, а если это взять миллиардера? О, тогда другое дело. У него дальше так возвращается обратно к этой Сибири. И Фордер говорит, так и так. Жениха нашел. Отец говорит, да ну, чего же ради-то это? Я буду отдавать дочь. Ну, а если это директор швейцарских банков всех? О, тогда другое дело. Он все поставил. И главное, что сцена нигде никого не обманул ни разу. Сыграли свадьбу этого советского Мартина Георгиевича. Поставили. Он взять уже приехал. Так приняли. Его не дождутся. Он такие силы там глил. Специалист. У вас ошибки. Вот, я за вами смотрел. Мне это понятно. Вот, в прошлом году вы пропустили здесь. Четыре миллиарда долларов пропустили. А вот здесь столько. А мне глаза на лоб лезут. Вот это да. А никто не знает, что это просто сибирский мужик, у которого, кроме костюма, как моего, может быть, еще и нету. Вот как. В духовном плане точно так же. Мы должны понимать, как к кому подойти, как разговаривать. И вот две работают, сестры, медсестры, в родильном отделении. И она говорит. Вот два сына, говорит, уже растут. Нам это все остальные, это торгаши только-то торговать и ничего. Ну, до того, злобные такие, нельзя ли тебе там, какая разница, кто родит, а бирочку. Есть же хорошие родители. От родителей наследуют люди. А ты, говорит, поищи у верующих. Да у нас сейчас нету. Эх ты. Ну, она тогда, когда говорились, как... И попадают в то время, когда разговор пошел. У верующих. Верующие, говорю, в больнице. Да ты что? Ну, у тебя кто? Такой-то. Ну, все знают. Вы видели фильм такой, называется «Президент и его внучка». Видели, как они это... Как делается... Мертвый ребенок, а под суммы у другого две, да они одинаковые. Вот. И здесь та же самая история. Бирочку перевесить. И все, она, бирочка, на большой палец ноги. И все, тот пошел сюда, торгаш. А ребенок остался там. Вырастает, души вне чая. И откуда, говорит, у него такой, мы о Боге-то ничего не знаем. Ну, иногда в церковь зайдем. Он прям рвется в церковь. Ну, до того добрый. Я говорю, а кем он стал? Добра, с чем? Он говорит, по глазам. Окулист. Бабки-то души вне обещают. С каждой лаской он находит слово. Сказать как? Я говорю, у Литы Григорьевны, я у нее на квартире живу. А кто эти-то, видите, которые взяли? Да, такие. А это, ну, этого я знаю. Встречала уже его. Наш родственник, получается. Дочка там или кто-то замешан. Вот такая история. Вот всю ночь на дипломатии. А теперь его никак. Он барыга. Он все абсолютно где-то покупает. Мед маленький, такими баночками. На лению. Продавать что угодно там. Малинка по одной. Он ничего не будет делать. Нигде. А где только можешь что-то урвать. Вот приезжает тогда батюшка, о котором я говорил, не хочу говорить. Он сразу, человек в том государстве где-то, ребенка на руке, сказать, я вижу, как забочусь. Никогда нет на руках. А тут сразу. То есть он все шхады-выходы знает. Откуда придет где-то. Это в каком-то веке было, так подумаем сейчас мы. А то лучше будет. И что? Ничего нет. Как только ослабевает что-то, так туда. Там сразу затрубили. Все. А там речь идет на миллиарды. За молитву. За деньги молятся. Это симония. Проклятие Божие. Я уже говорил об этом, о кого идет. Соглашение – это договор. А согласие, то есть я буду молиться. Людям не нравится, что я говорю, вставать надо в 4,40. И даже в интернете там Аня нашелся. Я строил, но в 4,40 вставать не надо. А почему же не вставать в 4,40? В 4,40. А почему? Я не могу объяснить. Я внутренне ощутил много-много лет назад. Надо вставать в 4,40. В лагере у нас обслуга вставала в 4,40, в 10,5. Такого в лагере тоже нигде не было. И вот такая вот история. А что нужно делать? Самое главное – лучше смиряться перед Богом. Без воли Божией волос не падет. Вот так. Хотя волос умный, как покидает дурную голову. Пословица их такая есть. И вот мы сейчас считаем это. Все, что ты видишь, считай, относится к тебе. И вот вчера так, позащита, занятия были. В 5, если да. Ну и второе послание к Тимофею. Подробно разбирают. И так, полтора часа у нас занятия в интернете. И занятий таких нескольких недель. Сколько? 4? Сколько занятий идет? Не считая моления. Моление через 2 часа идет. А здесь? И вот. Это идет, когда... Ну уж добавка есть какая. Сейчас идет занятие, а полчаса сразу объявляют. У меня имя, отчество. И все знают, ждут. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. И наконец-то так мне пришло, что сейчас готовят. Сразу начали готовить книги, вопросы и ответы, где я отвечал. А они по книгам на форуме у меня, это 4,5 тысячи примерно, вопросов разбиты на 55 папок. Ну и сейчас уже несколько человек нашли, такие, которые крепко помогали. Когда-то издание идет, проповедь во свете Библии. И теперь начали готовить. Отдельное издание будет еще. Проповедь с ответом. На заголовок не знаю как. Вот я первое, когда издавал, она называется «Церковь, свобода, тюрьма». Стихотворение. «Церковь, свобода, тюрьма». И дальше ступени, дальше храм, и дальше ступени уже в их храм идет душа. Ну какое? Ну кто-то услышал, кто-то сказал название. Книги какое дать? Одна у нас сестра была, она кажется 60 названий дала. Ну я все обладал, мои стихи, еще церковь дает свободу. Еще ниже тюрьма. А в тюрьме я больше всего принес оттуда. 108 стихотворений принес в 80-м году только из тюрьмы. А там же нельзя, а дают, когда тебя приговорили, это в 86-м году уже, то у тебя личное дело, приговор твой на руках, там не могут улыбить. А первая страница, там бумага чистая, я туда все записал, а потом овсяную кашу дают, я смазал по краям, заклеил, и когда проверят, нигде ничего нет. А стихотворение вынес оттуда. Вот знаешь, насколько все... Надо просто приспособиться к этому. Молитва по соглашению, это значит договор. Я плачу тебе деньги, ты даешь то, что я просил. А он-то, который молится, у него там, нанимается у этого человека по соглашению, он ни за что не отвечает, ну нет, у Бога не угодно. Тогда по согласию скажите, по согласию не придут. Потому что те люди, которые заказали, они не соглашаются молиться. Я деньги заплачу, за меня молиться получаю. Это реально. И сегодня мы сидим, а сейчас там идут миллионы в это время. Молитва по соглашению, и так пошли. Десятый стих. Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непредкновенны в День Христов. Полкование. То есть полезное. Если вы любите благоразумность с рассуждением, то вы можете избирать полезное и распознавать, кто достоин любви, то есть верных, и кто недостоин, то есть неверных. Но как же говорит он в другом месте? Будьте в вере со всеми людьми. Во-первых, он не безусловно сказал, но с ограничением. Если возможно, будьте в мире со всеми людьми. Затем иное. Быть в мире. И иное любить. Первое значит не враждовать, а для любви требуется душевное расположение и как бы слияние и тождество в нравах, чего не следует оказывать по отношению к еретикам. Ибо, если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Иван Григорий от Матфея. Я говорю это не ради своей пользы, но для того, чтобы вы под предлогом любви не приняли какого-либо ложного учения. Сказал, чисты – это пред Богом. Не преткновены – это пред людьми. Потому что, хотя дружба с еретиком, и не приносит вреда тебе, но соблазняет другого, а если ты соблазняешь своих братьев, то как же явишься чисто в день Христова? Я не знаю, что-то считать буду. Но на эту тему у меня вчера только возникал ответ. Я давал уже. Из Франции. Виктор Николаевич. И говорит, познакомился с одним пятидесятником в другом городе. И он приглашает меня к себе приехать. Надо или не надо? Говорит ли мне в дом? Как приветствовать его? Вот с Анатолием-то, с Кузьмичем-то, Петеримовым. Когда близко-то были-то. Как у вас было? Скажу. Еретика, и вы. Я говорю, нет. В первую очередь, кто приходит, приносит учения. Он еще мне не приносил. Я приносил. У него обратился отец, вернулся. Православная мать. Дочь. Отсестра. И дети ее какие верующие. И я не приветствовал его. А как? Он пришел и сказал, мир дома всем. А от кого у него в мир? Я мир желаю. И все. Он никакого учения мне не приносил. Я говорю, ну, как поехать? Я решил, говорит, одну сестру тут взять, поехать. Братьев нету. Я говорю, ну, неплохо. А потом он там скорее написал, да знаешь, что я сейчас сделаю? Ты возьми свою Анну, которая с тобой соглашалась сестра, ее оставь с детьми. У тебя-то лучше будет. Он утром пишет. Все принято. Из Франции. И как раз по этой самой теме. Люди как, приветствовать, как? Меня пригласили. Какая-то секта, такая новая жизнь. Ну, беседуют, видно, считают Библию. Ни канонических людей не принимают. И вот давайте помолимся. Если болятся правильно, я скажу Аминь. Я ничего не принял. Но если они во имя Отца и Сына, во Святом Духе, уже молиться не будут. Я в коридор вышел, я с кем-то пришел в двое. А повернулись от них. А что такое? Я говорю, с Иритиками молиться нельзя, а вы иритики. Они ничего стерпели это. Дальше начали беседовать. Но это опыт. Вот. Меня обидает. Я приходил там, ехал, когда в Пензе зашли, и с Иритиками молился. Я спросил о людях, которых на квартире жил. Я как молился? А когда молились, молились, благословение мне на путь. А я еду на Багазели, меня ждут. Я зашел туда. Ну, что я сделал не так? Мы сняли все это дело. Кто там был, Виктор, он снимал. Ты молились, да проникни в это. А они молились о благословении. Ну, а вот так. У меня ролик есть один. Я могу даже, если желаю, с Кима. Знают, что я еду в Англию. Баптисты, видимо, собрались вместе. Там мужчины, женщины и маленькие дети. Вот такие вот. И все молятся о благословении, фамилии, имя, мое отчество. Чтобы Господь сохранил пути. И стоят, и крестятся. Видела, нет? Нет, я... Ну, это надо видеть. Я очки могу, может, при желании. А что это означает? Это означает, мы еще туда не приехали, а уже Господь касается. А как это может быть? Никакого труда нет. Потому что это не мое. Вот мы когда просили, где достать Евангелие. А сказали, где? Братья Гидиона. Вот эти маленькие Новые Заветы в Псалтирию. А они никакой организации не пристают. А там разные. Православные католики помогают людям доставать. Я спросил, где? И тут одна сестра у нас есть. Она говорит, а я знаю где. А где? В Иркутске. А кто? Кукушкин, Игорь? Ну, я говорю, договаривались. Ну, мы договорились. Мы поехали. Ясное дело, что у них склады. Так и оказалось. Вот мы встретились. А кто сказал? На такие люди. Правильно, у нас есть. Если у них здание, когда заходишь, первый этаж наполовину надо. А внизу половина этажа под землей, а половина здесь. Мы только поднялись туда. А сколько надо? Я говорю, а сколько? Ну, вы скажите, сколько надо? У нас коробки есть такие. На полной коробки. Ну, килограмм-то сто, наверное. Ну, я возьму и двести. Я только поднимаюсь по ступенью. Вдруг он ничего не разговаривает. Он отвернулся вот так ко мне. А вы знаете, кто я там? Я вот кто был. Присвитер я у них. У этих-то. Я в первый раз вижу живого пророка. Какого живого? Не разговаривали ничего. Живого пророка. Там по ступенькам опускаемся, опустились. Он опять остановился на меня, повернулся. Сколько вам надо? А там склады. Вот склады такими пачками расположены под потолок. Хоть все забирайте. Когда зомбировал, первый раз. Вечером мы там трое сидим за столом, который шофер и еще. Он прислуживает нам за столом и крестится. А жена здесь же, у нее, кажется, девятая беременная. Восемь ребятишек. Они подрастают и из рук прямо выходят. Побеседовали бы. Это тоже записали все сохранено. Моего там еще ничего нет. Почему? Бог открывает эти двери. Это благодать Божия делает. Ты при жизни, когда было бы тогда, скажут, хороший техник, хороший хозяин, хороший отец там, ну, назвать. Мы не разговаривали, ничего пророческого нету. Уже пророк. Только ноги подставляем. Я называю город, называю это невынимание. Это реально так. И вот мы сейчас считаем, это так далеко будет слышно. Люди, которые верующие, они к этому прислоняются. Не верующий, он начнет искать, где бы уколоть. Как? Где дают? Как-то один раз мы в одном месте беседовали с одним таким, о ком я говорю. И он мне говорил, тот человек в каком-то городе, где-то так, воображайте. Вот. Вы у меня сфотографировали в БСБ, а я не разрешал. Я говорю, еще заплатите 10 тысяч рублей. Тебе? А я ему уже полмиллиона дам. Я говорю, ты серьезно что ли? А когда сейчас или завтра? Лучше сейчас. Ну прям, там вообразить нельзя. Это не то, что третье колено, десятое колено барыгой быть и все выжить. Прям за голову. Плати и все. Ясное дело, что я больше туда ноги никогда не положил. В некой обсарстве, в некотором государстве с кем-то иностранцем было. Так принимайте. Чтобы не засыпился человек. Мы считаем послание к переписам. Апостол Павел говорит об умножении любви. Он их не видел. Он оценил то, что они такие. Вот я дальше начал говорить. Послание к Тимофею было. И мое время, так, сейчас кончится, время мое на занятиях. А как вы смотрите? Он сейчас сидел здесь у нас по посланию. Вопросы, вопросы, и как кто отвечал. Правильно, неправильно. Я говорю, правильно-то отвечаю. Есть такая поговорка. Голова может быть как земной шар. А сердце, как песчинка. Это что означает? Ты все набрал, а выполнить ты ничего не пытаешься даже. Так вот, вы то, что Павел говорил к Тимофею, примените к себе. Сразу будет по-другому. Примени, что это послание к тебе, брат Владимир. К тебе, брат Игорь. Как ты бы относишься? И те же самые слова были бы. Но я не священник. Ну, не священник-то, это да. Вот так. Ну, я дальше не говорю. Тут бабка у него, Лаида, мать там, Евника перечисляет. У тебя верующие были люди? Да нет. А у меня верующая. Верующая баба, мать, бабка с матерной стороны и с отцовой. Очень верующие были. И это, видимо, сказалось. Надо тоже это учитывать. Ко мне на дом, сюда потеряю, приезжали епископ. Узнали, что еду в Америку, чтобы поехали бы как священник. Я не звал, не говорил, а там еще был бы, батюшка, вот сколько работал в этой, в котельной Новосибирске были там. И там еще, как рукоположи, тут и временно другие были. Сидим мы в синоде за столом. Епископ, священники эти, епископы, митрополит. Рукоположить меня, священники. Я говорю, кое-где мне дорога будет закрыта. А почему? Потому что ваша одежда, она показывает, я не такой. А это как преграда какая-то. Вот эта черная ваша одежда. Митрополит Виталий подумал и говорит, наверное, так и будет. Насколько я куда вас уже не допустят. А мне везде двери открыты. Вот, надо смотреть. Апостол Павел, находясь там, он теперь оценил, что он не видит родных и близких. А вот и в тюрьме пишет. Я говорил в прошлый раз, какая тюрьма тогда была. Вот и в Кампе, это... Иуда, Бенбур, когда дочь и мать его сидели, взяли, они прокажорные давно, там уже погибают. Никто не смотрит. А вот апостол Павел ценил, такая тюрьма тогда была. А говорит о любви. Говорит о радости. Тебе надо послание о радости считать. Считай послание к Филиппийцам. Считай дальше. Одиннадцатый стих. Исполненный плодов праведности Иисусом Христом, славу и похвалу Божию. Толкование. То есть, чтобы вы сообразны с правотой учения и жизнь вели безукоризненную. Под праведностью апостол разумеет всякую добродетель, или в частности милосердие. Не говорю, чтобы вы исполняли добродетель или милосердие несовершенно, но чтобы вы были исполнены ими. А так как и эллины думали приписывать себе добродетель и милосердие, то он и прибавил Иисусом Христом. Так как их дела не по Христу, но ради тщеславия и человекоугодия. В славу Божию, то есть, а не в славу Меня, который научаюсь всему. Вам не должно препятствовать славе Божией. Вместе с тем, Он и ободряет их, как бы говоря. Что Бог будет содействовать им в деле, которое они будут совершать во славу Его. Это продолжение той же самой мысли. Такая любовь. Как ему было повернуться? Люди его апостолов все боялись апостола Павла. Как бы не варна, варна возит земля с одного места, а варнаю-то доверяли. И он все рассказал, как в Дамаске было, как явление с неба света было, как он принял, как его готовились убить, как он бежал. И тогда его запустили. Еще никто не знал, что будет дальше. А дальше вот это будет, что будет. Самый плодовитый апостол. Вот видим, когда говоришь, ну ладно, это Библия, а вот вы берете жития, а как этому верить? Жития можешь не верить. Но стремись. И ты что, что в житиях святых тебе? Да прямо не знаю. Вчера задали вопрос. Такой-то Антоний. Его стали гнать, где-то там на камне стоял и камень отломился. Отломился и показывает, где, где-то там в Италии. И там показывает, как проливы, море. И он на этом камне приплыл к Новгороду. На камне. Обыкновенный камушек, он сразу сбулькает только. А это так, против течения. И он сидел на камне и плыл. В житиях святых. Я говорю, ну не верь в это. А вы верите в это? Я не верю. Я знаю, что какая нужна. Надо было купить билеты, чтобы тебе открыли иностранный паспорт, переехать границу. Как это? Ну, однако, так вот пишут. Я когда насчитывал жития святых, это 12 томов по Дмитрию Ростовскому. Я звонок давал, ударял в полок самодельный. А, то есть, не согласен, посел. Это не согласен. Иногда два раза, то есть, ну прям выпирает. Иногда три раза, то есть, противоевангельская. А где это такое-то? Ну, там, амфилохи называют где-то, к примеру, принимали здание, а еще не достроенное. И комиссия шесть человек. И на лесах поднялись, когда в это время обломилось. Видно, всякое дерево бывает. И кирпичи на них. Пять человек сразу убило. А он долго там крещал под этим. И они у него одежду вот тут сняли. Он умер. Вымощили в воде, и кто больной, давали пить. Человеческую кровь. Когда животных нельзя пить, считай 15-ю главу Деяния Апостола. Вот эти разные передают, там где-то гематомы, там или как называют. И нельзя пить, это не наше. Другое лекарство надо иметь. Вот. Надо просто приглядеть где-то. Требований больших нет. А сейчас нет. Я бы не против, но вот Божью Матерь, там, Сарисой Небесной и Высшей Сиропимов. Откуда вы все берете? Заставлять никто не будет, но не говори против. Он уже православный. Но никак не может вот это взять. Только не насилуй себя. Ты помолись раз в другой, и ты увидишь, как это. Она покровительница наша. Она помогает по молитве. А почему не прямо? Прямо и ко Христу молимся. У нас у православных-то есть многое такое, на чем настаивать не надо. Это мне сразу подсловывают. Вот вы говорите, сейчас принял все, что я говорю. И согласен, прям сегодня берите. Ну надо же вот это. Не поноси. Больше не надо. Святым молиться, Можьим молиться. Повеления нет нигде. Хотя мы приступили к духам праведников, достигших совершенства. А как? Молитвой. И мы достигли, я молюсь всем. Ну, Иосифу Володскому молиться не буду. Я и дом не молюсь. Никогда. А почему? Ну, это вот эти, говорят, высоты выстраивали, когда цари иудейские. Наполовину там такие-такие. Это примерно туда. Это как-то священник там один известный стал говорить. Вы послушайте, там запись идет. Что? Устроить на работу, дочь выдать замуж, там к Матроне еще. Ну, я говорю, как есть. Я не могу себя изменить. А вы хотели бы, не хотел. Я то, что достиг, мне никуда не надо идти. Мне надо только закрепляться все время на этом. Но сегодня ночью, я могу сказать, это первый час ночи как было. Сегодня я ни одного спутника не видел. Помолиться. Помоленечку дождик начинает накрапывать это. И гляжу, начинает звезды, большая медведица. Я не могу передать чувство, какое испытываешь под звездами. Не то, что я в избе. А в избе я зайду, что поклонная молитва. Я уже призываю всех, ну, испытайте это. И главное, я как пошел в это, выйти уже не могу. Это деревня. А в городе я не открываю. Опасно. А там, рядом, и светит тебя видать. Пошли дальше. Двенадцатый стих. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, толкования. По-видимому, филиппийцы узнав, что Павел с Пясом беспокоились. Как бы за это ни послужило предспятствием проповеди Евангелия. Поэтому, чтобы уничтожить это подозрение, Павел и говорит, что узы не только не воспрепятствовали ему. Считай, наверное, как нас считают. Вот эти слова, говори. Я сделал жирным, большими буквами и подчеркнул. Чтобы сразу напряглись. Еще раз. Ну-ка, попробуй. Жирным шрифтом. Как бы это ни послужило препятствием проповеди Евангелия. Пробавляй. Жирным. Жирным. Шрифтом и подчеркнуто. Большими буквами и подчеркнуто. То есть, это три способа выделить. Я могу подчеркивать или таким же шрифтом. А здесь настолько это важно. И когда у нас занятия идут, и кто считает это, все это обязательно подчеркивает. Поэтому, чтобы уничтожить это подозрение, Павел говорит, что вузы не только не воспрепятствовали моему благовествованию, но, напротив, послужили к большему моему успеху. Жирным, подчеркнуто. Большой жирным. Ну, кто скажет. А вот я ходил, проповедовал, ездил. И вдруг в тюрьме посадили, и это еще больше открывает двери. Как это может открывать двери-то? Когда я заперты. Магнитофоны все изъяли. Я насчитал, трудно сказать, сколько книг. В общей сложности там десятки. Только Златоуст 12 тому. Библия. Больше ему. Я считал это. А опыта нет. Я тоже оставил. Ну, как это? Тюрьма, когда ты связан, никуда не пойти, не поехать. И больше ему посодействовало. А так, там многое уже. Я первый день в тюрьме. Первый. Зашел зомполит. Заместитель начальника тюрьмы. Он, кажется, майор. Да. И вот. Смотрит у меня кружка в руках. Я говорю, что это за кружка? Я говорю, да, а кружка вся задымленная. Там, щифирники они. Одежду рвут. Поджигают. И сейчас уже это. Он взял эту кружку. Так как пульнул по коридору. Загремело. Сразу же вызвал, который дает. Вы налега смотрите, кто перед вами-то. Что даешь-то? Ладно. Мне дважды сегодня повторят. Привел к начальнику. Соломин Александр Семенович. Видно. В возрасте такой. Начальник тюрьмы полковник. Родной мой. Ты вот что мне скажешь. Первая встреча. Ни разу не беседовали. Я его родной. Что родной? Света кто-то сказал. Вот я рассказываю. Больше он ко мне никогда не обращался. По-другому. Как-то родной мой. А вот здесь как? И когда он ушел на пенсию, я в городе его увидел. С товарищем. А это бывший начальник тюрьмы родной. Но не надо это говорить. Потому что могут повредить где-то. И он каждый раз спрашивал божественное. Почему он такое расположение? Чуть не каждый день меня вызывал. Бог делает. Моего там ничего нет. Я его не знаю. Он меня знает только то, что ему сказали. Или может дело это просчитал. Дело это присылают. Чтобы перевозить, когда буду где-то. Ну потому жизнь свою не устроишь как. Тебе хочется. Доверься Богу. И вот теперь тут мне открывается. В камере. Когда на этом. Я уже говорил о том. На пересылке идет, когда транзит привозят. Машина опять с пользы снимает тебя. И другую тюрьму. Кажется, в Новокузнецк. Вот первую ночь ты ночуешь в нулевке. Номера у нее нету. Там и кормят. А теперь заводят в камеру. В камеру заходить. А камера на 25 человек. А там 75. А как? По переменности. Пять остальные тут сидят и курят. Ну я зашел только. Мир дома всему. Зашевелились. Там дым рукой можно, наверное, пощупать его. Вылазит такой вальсамбал. Это что? Ты откуда такой? Я говорю, из Барнаула. А статья какая? 190 приму кажется апостолом. Что, мента грохнул? Я говорю, это 190, а это прим. Вверху апостол стоит. А кто знает? Никто не знает. Это политическая статья. Распространение заведомо ложных измышлений, порочных общественных государств и с той страны. Ну и за что я говорю? Ну вот такое говорю. Ну и дальше. А у вас что-то считать есть? Я говорю, да, у меня на Барнауле в Толпире. И дальше уже вещь вот такая. А вы могли бы нам сказать? Мне надо найти одного человека. 75. Первый день я в лес и курить не буду. Надо расположиться где-то. Так, а что вам хотелось бы как? Первый, третий этаж. Я говорю, на первом и что ближе к окошку. Он подошел, а окошка там уголки вот так сваренная. Вот так воздух проходящий, ну угольники обыкновенные, железные. А глядеть еще нельзя. Не видно. Так, куришь. Вот так руку, тот сразу матрас схватил, отскочил. Так, тоже куришь. Второй сутбеток. Я еще не зашел, уже две, называется школьки. Две уже в моем распоряжении. Я говорю, да не надо. Не надо, курить буду, пепел будет сыпать. Сядь, отец. И так, я говорю, во сколько у вас ужин-то? Да в семь. А отбой там в десять. До отбоя я могу вам читать. Но условия. Смотреть, чтобы никто не закурил. Найти человека не курящего. С мылом вымыть руки, я ему дам тогда Евангелию. Все тут же выполнено. Он предупредил, люди стоят, чтобы где-то тайно кто-то не курил где-то. Наблюдают там между рядами вот этими где-то. Все мгновенно сделано. Я начинаю. Как узнали, дверь открылась. Дверь открывать. Открылась. Охранники стоят. Видимо, сообщили на второго этажа, даже пришли свободные. У меня аудитория в первый день. А почему? Тем больше открывается, Павел говорит. Ты не знаешь, я тебе говорю, знай, как поступать. Нигде. А по-другому, как так. Какая статья? Такой-то. Особенно там педопил или кто был. Парашин. Все, тут даже ты не пойдешь. А то вот там начал драться. Ты как ни дерись, ты спать ляжешь. А они ложка, ручку ложки, а пол бетонный. Вот как бритва делается. Ты ляжешь спать, тебе сразу глаз пыткнут. А то и оба. Никак. А они тебя теперь охраняют. Сами. Мне интересно, когда отделили нас Сивер Владимир Митрофанович. Главный рыбак Алтайского края. Там и космонавты все уже были. Мамонтский рыбак-то. Ну и он лежит, на меня смотрит, а я молюсь. Когда почти на прогулку, ему все говорят. Охранники. Ну что? Сивер, легче теперь? Говорю. Легче. С ума сойти. Целый день головой мотает, как лошадь. От пауток. Ну, лошадь-то головой отматывали-то где-то. Я с ума сойду, наверное. Она открыла там кормушку в дверях, чтобы чашку-то подавать-то. Деда, а деда, он к нему, макака, закрой, его нет здесь. Как нет? Вот он стоит. Я сказал мне, закрой, нет. Так вот он стоит. Когда он молится, его нет, он с Богом. А? Закрой макака. Тут же захлопнуло все. Сам же против, а тут прям на дыбу встал. Я рассказываю не сказки, это реально. Реально. Город Барнаул, СИЗО 18-й дробь 1, 3700 сельдельца. Это все тебе сгодится. И мне открылось такое поприще. Это не выскажешь. И было такое, когда на свободе здесь я был. Это КГБ сделал так. Дали указание, видно, меня нигде не принимать. А я только освободился, что зэк нигде не принимают. А Евгений Вэнс, майор, он устраивает, которые пришли из заключения. Всех устроил, меня не может. И он мне говорит, ну что делать-то будем? Один день в 18 предприятия прошли. Я говорю, не знаю. О, приняли, приняли. Приняли и хорошо приняли. Во второй смену. Я только дверь открыл, они уже следят. Ну-ка иди сюда, баптист пропятый. А его в окно мне как сунули, к трудовую выкинули, чтобы духу твоего здесь не было. Вот и все. Я отработал. И тогда сказали, а работать я могу в неведомственной охране того района, где живу. Железнодорожного района. А там, в железнодорожном районе, который поставлен на ними политотел, его сделали представитель президента Российской Федерации. Я и не знал, кому теперь устраивает мне встреча со всем персоналом офицерским. И каждую, так кажется, сейчас не могу сказать неделю, или через две недели, я провожу с ними собрание, свидетельство о Боге. Весь офицерский состав. И он сделал так, что офицерский состав Краевого УВД. А это сотни офицеров. За мной заезжают на машине. Выступай, говори. Послужило большему. Почему? У меня опыт. Опыт по книжкам есть и не проглотишь. И вот как они делали. Так до чего дошло? Я рассказывал. Подхожу в дом, а уже в судорках. Два человека стоят. Подошел ближе, два офицера, два полковника. Один танковый части, другой авиационный. Мы тут посудили воинские части. Решили запрахтовать самолет, чтобы по воинским частям вас нельзя перевозить. Это все тюрьма мне открыла. Они бы все кинотеатры откупают. Туда заводят воинские части, через коридор, где люди бы тебя рукой как протягивают. Ну и выступаю открыто. При том, эти курсанты сидят, я говорю, вы такие здоровые, крепкие. Это, ну, радость стране, но при условии, что вы верующие. Если будете не верующие, вы бандитами будете. Будете убивать людей. Это все засняли, и в фильме так и осталось. Почему? Большему, то, что я там и нахожусь, больше не было бы, ничего не было. Даже отец таким как-то сказал, хорошо, что брата арестовали, а то бы молиться негде было. Потому что я когда судился за то, что у меня изъяли, а они дали два домика в одном церкви. Хорошо, что меня взяли и посадили. Конечно, смехом сказали. Пошли дальше. Комментарии Гнатия Лавкина. Вселенский учитель Павел Истарса говорил о себе, что у него множество забот о церкви. Но среди этих забот на первое место была выдвинута забота о проповеди Евангелия. На препятствующих проповедях он смотрел, как на врагов Божиих, которые обязательно, непременно, будут наказаны Господом Богом. Первое, Фессалоникийца. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спастись, чтобы спаслись. И через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Это люди добавляют, добавляют и приближается гнев. Нам-то кажется, что он неисправимый просто, злодействует. А это приближение Божье уже. Покаяние не будет, а развязка будет другая. Теперь день и ночь молиться, Господи, не дай погибнуть. Вот я смотрю, которые так против идут. Ну, я знаю все признаки холы на Духа Святого. Четыре признака. Покаяние непрерывно. Похоже похулили Духа Святого. Они ничего не принимают, не видят, не понимают. Он купленный сатаной, и теперь везде только люди. Это в разных местах были такие. Я называю это лесные веки, дикие кабаны. У них ни образования, ничего нет. И разговаривать никак нельзя. Единственный способ молиться. Молиться днем и ночью и не разговаривать. Любое слово они угорачивают. Этим словом тебя христать будут. Но ты же верующий. Почему в девятое блаженство, блаженство, блаженный нищий духом. И здесь, говорит, будут поносить, злословить. Такнали и пророков, бывших прежде вас. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небеса. Награда-то, притом велика, только за то, что гонят. А что гонят-то? Не убивают. Ну и как вы терпите? Аппетит хороший. Сплю нормально. Только до постели дотянусь, я уже все. За мной смотрели как-то 47 секунд, чтобы заснуть. Сестра специально смотрела. А я вот вчера не набрал. Там в саду были у себя, в бане. И уже вечером, уже восьмой час, я начал теперь ходить по гаранде. Мне надо набрать. Вот уже пять километров прошел. Еще километра два. Пройду нет. Господи, помоги. Маленько не дошел. Все. Падать начинает. А да? Выключаю, пошел. Видишь-ка. Какая-то в деревне, ничего не имея. И может жить и так интересно, напряженно. Я же хожу. А по-моему-то я бы давно обезножил. Никак. Утром гимнастикой занимаюсь, когда считают Слово Божие. Это Бог делает так. Это Бог. И моего там ничего нету. Он положил мне на сердце. Надежда Васильевна там свои половички собрала там, которые, коврики. Я расположил дорожку такую вот. Ну и замерил, Володя, там не хватает маленькое, до десяти метров. Ну и я добавил туда-сюда, где теперь там с наклоном. Ну, может быть, сантиметров десять не хватает. Туда десять, обратно десять. Двадцать. А пятьдесят раз я должен пройти, то вот сюда пять, два, десять километров. Пятьдесят раз туда-сюда прошел, двадцать. И пятьдесят раз. И чтобы не ошиблись, я в тазик набрал, в обмабуху вынорубил палочки. Прохожу мимо, бросаю в тазик другой. Ну и, наконец, понял. Требуется примерно восемнадцать, семнадцать и семнадцать минут. Сейчас я не бросаю, а просто часы с собой там в коридоре-то, и я вмещусь. И все говорят, почему ходите-то, в интернете вчера было. А то кто-то говорит, да потому что ходит живой, поэтому и ходит. А у меня сколько об этом есть, как я хожу, все засняли. Денег не стоит. Да, но только заботятся, что не перебрать. Я знаю, что такое. Вот сейчас к Иосифу, если пройти, попутно спрошу. Можно, нет? А то, может, он на втором этаже. Да. Ну, по правилам надо. У меня-то это же состояние было. Три грыжи на позвоночнике. Делали операцию. Категорически против операции. Есть другой способ. А меня где бы ни брали на растяжку, там и такие, ну, важные люди были. Нигде. Но у меня сделали операцию. Они боялись. Не перерезали, не отонервивали все там. Они пришли, после я уже в реанимации щиплет. Ну, там, врач, который делал, трапестр, теперь он. Ну, вы чувствуете? Я говорю, чувствую. Ну, слава Богу. У меня там в позвоночнике два отверстия. У меня одно. Одно. Вот такой сгусток идет. А что означает? Означает большие тяжести. Между позвонками такая, как пружинистая. Она дает ходить. А я иду, как на костылях, стучу. У меня нету их там. А еще две там торчат. И Бог как делает? Заместитель главы администрации края по медицине, там, по другим, Шойфет Яков Нахманович, еврей. Он мне делал когда-то операцию. И приехал, потеряю, будто на нас нападение было. И он сразу говорит, там, говорит, требуется какой-то материал такой, дорогущий такой. И его говорит, я постараюсь, чтобы вам ставили такой. Ну, то ли забыл, то ли еще сделали операцию. И удачно очень. Но где-то месяца три сидеть нельзя. Только лежать и не стоять. Я никого не советую. Это очень опасно. Я еще на операции не был, а другие стоят, так, четвереньких, вот так вот. Я ушел, они так вот на корячках стоят. А у меня дали такая вот, как, ну, когда человек не может ходить. Идет, мужик идет, а ты чего, бричка-то здесь, врач? Учись ходить. Я говорю, а как? А там тренажерный зал есть, гимнастикой. Виктор Андреевич меня туда спустил. На третий день я уже стал гимнастикой заниматься. Вот как один к одному. Жизнь моя уже вся расписана у Бога. И поэтому он и этот, который проходил, мне это сказал. И Виктор Андреевич там заботится. А когда у меня клещ там был, то есть стихотворение видели? Передали, говорю, Барабаш Елене. Видела там? Вы на крыльце стоите. Написала стихотворение, Екатерина Божна, талантливая. Пропели это все. Ну, знаете, настолько надо жить интересно и красиво. Красиво и интересно, это когда ты все принимаешь с благодарностью. А кто много говорит о любви, я и не верю. Нисколько. Говорить одно, а когда дело видишь, пошли дальше. Евангелие от Матфея 23.32 Дополняйте же меру отцов ваших. Главной его заботой было в любом деле, как бы это ни послужило препятствием проповеди Евангелия. Это должно стать заботой каждого священного служителя. Так, теперь я говорю, выделенное скажи, выделенное, и паром шрифтом жирно. Выделенное, жирно, шрифтом. Жирно, так, это черно. Дальше. Это должно стать заботой каждого священного служителя, каждого христианина. Вот так. Так, я не все наслышал. А мы еще вот это выделим. Господи. Как бы это ни послужило препятствием проповеди Евангелия. Это я повторы делаю. Блаженный Августин сказал, я раз, другой убить буквально. Как бы это ни послужило, я очень опасался. Монтоподы конфлисковали. Что я делал, отняли. В газете «Алтайская правда», златоустца второй потеряю, строительный потеряю. Здесь в кавычке златоуст. Ну, в тюрьму это прислали, дали посчитать газету. А потом этот журналист, Титоп, значит, Виктор Иосифович, он напишет статью без кавычек. Вот как у Бога все выглядело. Господь так делает. Мне полчаса, сейчас дается еще после минуты даже, дается полчаса после занятий. Сегодня, наверное, будет опять шесть или четырех полудет. Я хотел спросить, вы песню эту слышали или нет? Как в последнее время? Как там дальше-то? Последнее. Громче. Последнее время, да. Уже наступает. Видели, нет? Его убрали с интернета. Но я его скачал. Его скачал и закачал на плешку. Последнее время мужской хор. Ну, не хор, там много мужчин. Но в последнее время уже... И показывает, в последнее время. Там мусульмане распинают людей, уже мертвые. В траншеи лежат, траншеи длинные, такая, и все. С автоматом один. Женщина, у него ребенка. Это все прямо на месте снято. И YouTube убрал, что там насилие. А там бабушка показывает, бабушка одна. И она видит все это распинаемо. Видимо, знает. Сыночки, да что же вы это делаете? И припев такую. Все в мире уже кончается. И Господь придет уже не как учитель, а как судья. Ох, здорово. Поется и слушает. Надо просто... Ну, скинуть никак нельзя. Ссылки нет. Надо перекачивать. Последнее время уже наступает. И вот особенно, примерно недели полторы, прямо везде. Семь часов назад в Иерусалиме вот такое видение было. Сейчас Кааду, главное святыния, у мусульман вдруг исчезло назад у всех. Почему? Все говорят, потому что это неверно. Бог приготовляет место для себя. Ну и Каада, камень-то, который висит-то у них, и вдруг исчез. И при том, один ролик, второй, третий. И что? То меня не касается. Главное здесь. Как облака, и на облаках глядет Господь. Ну, если он не может, я думаю, все сделать. Ну, зачем бы это? И говорит, когда это увидели, в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерее, сразу обратилось к христианству 6 миллионов человек. Показано. И показано. Ну, разобидеть надо. В последнее время мы так, уже наступают. Еще. Тринадцатый стих. Так что узы мои о Христе сделались известны на всей приторе и всем прочим. Толкование. То есть, хотя я и связан, но говорю с еще большей смелостью. Видишь, я молчу. Хотя связан, привязан. Я еще более ревностно говорю. Когда у меня человек один обратился, Редькин Владимир Прокопьевич. Интересно, как. Вспоминаешь имя, вдруг сразу, что Богу дает это, как написано. Ну, и начальство сразу, чтобы на весь не влияли, мы нас оттуда перевели в полуподвальное помещение. А вот такой, вот такой у нас впереди, вот пузырь-то есть. И он начал поститься. Вот на глазах моих. Неделю, наверное, не ел. У него опала полностью, ничего нет. И главное, там столы, которые там, ну, они такие столы-то прикованные. И скамейки прикованные. Там пол. А там бетоном залитые. И не оторвать ничего нельзя. А он по этой поле, вот на скамейке ходит. А я ему говорил, вот у нас пошли мы за малиной, дети-то. А ребенок один не берет малину. Дети говорят, он в рот ее берет. Я говорю, подождите. Я потихоньку подкрался. Он, святый Боже, святый крепкий. И он молится. Не трогайте его. А надо каждую кружку набрать с молоком. Вкусно. А десятину ему батюшки занесет. А его не трогайте. Он молится. И вот с детства теперь ходит по скамейке-то. Отец Игнатий. Ну, как же так? Ребенок поет. Ребенок, святый Боже. А мои две девочки, они такие злые, дерутся между собой. А сам плачет, полотенце повесит, только от скамейки вытирают. Ну, я-то еще петь, давай петь. А соседи, которые там, камеры, тоже там полуподвальные, они слышат. Пойте. Слышно же это. Ну, мы пеем. Ну, а что я пел? Был такой, как его там, Иоанн, какое-то слово такое. И его пел, и корову переставали есть, на него смотрели. А шли монахи, услышали, и сказали, патриаршный хор взяли. Я говорю, я тоже пел, там, под красным знаменем, счет под красным знаменем, красный командир. Я пел, корову тоже не ели, они старались убежать. Но проповедь моя достигла даже до самой притории, то есть, из самого дворца царского, и распространилась во всем городе. И это совершилось о Христе. То есть, это не мое дело, но Христа. Или кузы мои о Христе, то есть, кузы, которые я терплю за Христа. Видите, как? Людям стало известно. И вот, Павел, режет кузы, хая на свободе, да еще ради будем молчать. Еще более ободрились и начали свидетельствовать. И поэтому, конечно, вот, когда никто не трогает, человек уверовал, я говорю, а как ты веришь? На работе знают? Нет. И ты верующий там? Ну, я уже давно работаю, там, 7 лет. А как тогда? Ну, где-то там раздеваетесь, люди раздеваются, у меня не видно, я крестик, ну, мальки с обратной стороны на лямочке. Я говорю, а в доме? Ну, у меня крест иконки есть, я фужерами застелил, и никто не видит это. В буфете стоят где-то. Так какая же это вера? Не может город на вершине скрыться. Светильник на подсвечнике. Мы каждый день молимся. Молимся взяты. А вот сейчас берут, в которых служба, но сейчас-то берут, недавно вот с этим скурском-то. Я думаю, как бы не подвигли Исаакия туда, тоже усилить молитву, я сразу сказал, стали замолиться. Абсалопка-то такая накаленная. Ну, а что будет? Ну, что будет, Бог знает. А вы за кого? За Христа. За кого я? А что вы хотели? Бог знает только. Все? Так, я сейчас. Вот тут опять одна минута осталась. Вопросы есть? Вы вопросы, когда возникает где-то, записывайте. Завтра у нас только утром мы сюда приходим, вводимся и никуда не собираемся. Жерам, красите плоды. Сейчас. Плоды приносите. Плоды, да-да-да. Володя. Плоды. У нас помидоры есть, а мусы. Ну и водички и святые покрапивки. Да, хорошо быть братьями вместе. Ровно один час мы пробыли здесь, слава Богу. Ну, я попутно, как бы на вопросы отвечал, то, что есть. Никогда не пьемся, нигде. Я подумаю. А пока думаешь, посоветуйся. Тут у нас был человек, я говорю, совет, это держать. Этот безвольный человек, что он каждый раз сам не может решить. Без совета дело расстроится. Даже знаешь. Я, однако, еще раз спросил. И у меня было не один раз. Хотя такой путь, и все уже, все. Поставил вопрос. Дают совет, один другой, все ниже. А потом раз, совет, я буду пересматривать. Я посмотрю тогда. Речь идет о поэтапности какого-то дела. Надо это или не надо? Как вы думаете? Вот сейчас это вопросы-ответы. Сейчас третий день начального работать. Кроме этих, или еще не получили к новому готовиться? Ну, 4-5 тысячи вопросов. Притом вопросы в освете Святой Библии. Таких вопросов, а вопросов, может быть, есть, а ответов и где нет. Тут же Святые Отцы, тут же ссылка на каноны, на жития Святых. Это так вот Бог делает. Благодарим Бога. Спасибо. 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 Песня. Сестра Ирина, помолитесь, поблагодарите. Господи, мы благодарим Тебя за эти занятия, за возможность слышать Слово Твое. Помоги нам, Господи, быть не только слушателем, но и исполнителями. Косни сердец детей наших, Господи, дай нам прощения, покаяния, живой вангельскую веру. Тебе же за все хвалу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Твое.